Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших российских практик и наработок в области образования. Министр просвещения России Сергей Кравцов в преддверии нового учебного года прибыл в областную столицу, где провел общероссийское родительское собрание и осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры. В том числе школу 26 на 5-й просеке, детский сад на улице Подшипниковой. Все подробности в сюжете. Российские школы готовы к приему 17 миллионов учащихся. В этом году День знаний в России пройдет очно в традиционном формате. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал во время общероссийского родительского собрания, которое он провел в Самаре. Представители других городов подключились онлайн. Будут усилены меры, соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме. Собрание состоялось в 26-й школе на пятой просеке, которая в этом году откроет свои двери для учеников. Сергей Кравцов осмотрел школу. Ее строительство стало возможным благодаря нацпроекту образования. Первый корпус рассчитан на 600 человек, а строительство второго корпуса на 850 мест активно ведется в настоящее время и находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Здесь непростая ситуация. Это Октябрьский район, очень плотная застройка и построилась 26-я школа. Я посмотрел, очень современная, новая. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в ближайшие три года в регионе планируется построить 12 новых школ. В том числе две в Октябрьском районе Самары, где очень сложно подобрать для этого земельные участки. Выбранную территорию нужно еще перевести из федеральной собственности в региональную. Сергей Кравцов пообещал помощь министерства в этом вопросе. При поддержке федеральных властей в Самарском регионе за три года уже ввели в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тысяч мест. Вошли в систему образования и 40 зданий детских садов. До конца года введут еще 10. В общей сложности в новые садики могут ходить почти 14 тысяч детей. Один из садов сейчас достраивают на улице Подшипниковой. Он рассчитан на 112 воспитанников. Запланировано 21 ясельное место. Кроме того, здесь создадут две специализированные группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Раньше на этом месте был ведомственный садик Минобороны. Здание долго пустовало, его подтопляло. После передачи земли муниципалитету старое здание снесли. И на его месте начали строительство нового. Однако потребовались дополнительные дренажные работы. Проект у нас есть. Подрядчик уже приступил к исполнению. Это, безусловно, в том числе сказалось немножко на срок. Но посчитали, что лучше сделать сейчас. Ввести в эксплуатацию детский сад планируют до конца этого года. Такая практика для крупных городов, для густонаселенных районов, она, конечно, крайне важна. Потому что, понятно, нет проблем на окраине построить и найти место. Еще один вариант решения проблемы – возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее занимали в том числе и чиновничьи структуры. Таким образом, вторую жизнь получил детский сад на Карла Маркса. В регионе проблема также решается путем создания образовательных центров, которые включают в себя школьное и дошкольное образование. Такой опыт применили при строительстве общеобразовательного центра в Красноглинском районе, где у дошколят есть отдельный вход. Министр просвещения обратил внимание и на высшее образование. Обсудил с руководством региона возможность выделения дополнительной федеральной поддержки на ремонт и реставрацию самого старого корпуса педагогического вуза знаменитого «Сундука». В этом году университету исполняется 110 лет. Президент страны, как отметил Сергей Кравцов, принял решение о поддержке педагогических вузов. В этом году выделено 5 миллиардов рублей, в следующем году еще 5 миллиардов, поскольку будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях. Светлана Кудрявцова, Василий Калдашов, События. Более 120 тысяч школьников Самары через пару дней начнут новый учебный год. Подготовка к предстоящему дню знаний стала главной темой и на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Тему продолжит Андрей Горгуленко. Все 388 городских образовательных учреждений готовы принимать своих учеников и воспитанников с 1 сентября. В том числе и новая школа на пятой просеке, построенная в рамках национального проекта «Демография» и начинающая свою работу с этого учебного года. Всего в самарских школах знания будут получать более 120 тысяч учеников. Из них более 13 тысяч идут в первый класс. Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе школьные линейки будут организованы только в тех параллелях, для которых день знаний особенный. Линейки у нас будут организованы в школах отдельно для первых классов, параллельно отдельно для 11-х классов на улице, совмещены все остальные классы в кабинетах. Графики во все инстанции направили. Работают и 207 детских садов, в которых воспитываются более 50 тысяч малышей, почти 4 тысячи из которых младше трех лет. Чтобы им, их родителям, а также школьникам было комфортно добираться до своих учреждений, глава Самары Лена Лапушкина обратила внимание на рабочем совещании, что все территории должны быть приведены в порядок. Речь идет не только о школах, у нас с вами есть и высшее учебное заведение, там тоже надо проверить территорию. Про покос травы даже не говорю, все должно быть скошно, рядом, и, конечно, все перекладки такие серьезные должны быть завершены в полном объеме. Обсудили на совещании и безопасность в школах и детских садах. Накануне учебного года в зданиях проверили исправность тревожных кнопок и систем пожарной безопасности. Заботятся и о защите от коронавирусной инфекции. Уже привиты более 80% сотрудников самарских образовательных учреждений. Также в школах и детских садах будут соблюдаться все санитарные нормы и требования. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Жилищно-коммунальные проблемы стабильно в числе самых актуальных и важных для населения. Чтобы решить их, важно наладить взаимодействие власти и представителей ТСЖ и управляющих компаний. Партия «Единая Россия» выступила инициатором встречи с работниками коммунальной сферы, чтобы обсудить вектор дальнейшего развития. Подробности у Михаила Ермоленко. Поддержка инициатив жителей и выявление актуальных проблем города. Именно с такой повесткой прошла встреча глав ТСЖ и управляющих компаний, инициированная партией «Единая Россия». По мнению секретаря регионального отделения, губернатора области Дмитрия Азарова, эти формы управления должны активно поддерживаться. Ведь с людьми, которые настолько осведомлены о проблемах своего дома, района и города, власть советуется, чтобы понимать, какой выбирать вектор развития. Много лет, с первого дня, собственно, об этом говорю, как только появились ТСЖ, что это самая, на мой взгляд, эффективная форма управления. Самая эффективная, когда люди берут в свои руки управление жилищным фондом. И хочу еще раз ваше внимание обратить, что раз мы считаем, что это самое эффективное, значит, мы должны создавать условия, чтобы именно эта форма управления жилищным фондом получала в ней большие преференции и наши поддержки. Ликвидация незаконных построек, вывоз коммунальных отходов и поадресные просьбы о содействии. Спектр обращения жителей самый разный, а главное, все они услышаны. Но кроме насущных проблем, обсуждались и решенные. Здесь слова благодарности звучат в адрес федеральных и региональных программ, благодаря которым дворы жителей преобразились. Формирование комфортной городской среды и содействия. Программа «Губернаторский проект содействия», в котором нам посчастливилось участвовать. И в этом году, благодаря пониманию, именно оценке администрации районов, наша ТСЖ выиграла и в этом году начнется у нас благоустройство во дворе. Еще одним механизмом решения проблем может стать финансирование в рамках президентских грантов. Очень много замечательных инициатив, но не всегда люди могут их изложить в формате проекта, правильно смету сделать, индикаторы определить. И мы договорились, что через некоммерческие организации, которые многократно получали такие гранты, вот такой семинар провести. Чтобы к диалогу смогли подключиться и сами жители, губернатор Дмитрий Азаров дал поручение запустить новую телевизионную программу. Может быть, нам на городском телеканале «ГИС» сделать специальную передачу не только по тематике жителика, но и прямо сделать рубрику «Говорить» у правдов, как уж он, в каком статусе. Но мне кажется, это важно. Съемки новой программы на телеканале «Самар-ГИС» начнутся уже в ближайшее время. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Тем временем в Самаре проходят одиночные пикеты партии «Яблоко» с раздачей одноименного печатного издания. Об этом сообщает независимая газета. Издание «Справедливо.ру» пишет о том, что в Самарском региональном отделении партии «Справедливая Россия за правду» состоялась пресс-конференция для СМИ. Обсудили справедливый базовый доход для граждан. В это время представители Самарского отделения партии «Новые люди» отправились в Москву на съезд «Перформанс». Специальными гостями стали телеведущая Юлия Барановская, актер Сергей Жигунов и журналист Елена Летучая, которая давно занимается проблемами экологии. На съезде обсудили судьбу Байкала. Сторонники партии решили регулярно очищать дно озера от мусора, сообщают РИА Новости. Турнир по мини-футболу в Поволжье по инициативе партии КПРФ прошел в Приволжском районе. Об этом сообщает газета «Трудовая Самара». В результате упорной борьбы первое место и приходящий кубок забрала себе команда «Новоспасский». Главное политическое событие 2021 года не за горами. До выборов в Государственную и Губернскую думы осталось 22 дня. В Самарской области продолжается набор желающих стать наблюдателями. Записаться можно в том числе и там, где работают живые информационные центры. На одну из таких точек на улице Осипенко побывала мэрия Елчан. Честность, порядочность и соблюдение законодательных норм – вот главные требования к тем, кто собирается стать независимым общественным наблюдателем. На улицах Самары заработали живые информационные центры, где можно получить актуальные данные о предстоящем голосовании. Здесь же проводится дополнительный набор для желающих поспособствовать легитимности выборов. Я лично для себя считаю, что основная цель – это увеличение доверия к самим выборам и к тому, что они проходят прозрачно, честно и в точном соответствии с законом. А основная масса категоричек не знает, что они как граждане имеют живое возможность и право стать общественным наблюдателем. Поэтому я считаю, что это очень полезная инициатива. Самое главное, она близка каждому жителю. Живые информационные центры будут работать в Самарской области до конца месяца. Для того, чтобы стать наблюдателем, можно на месте заполнить заявление, либо взять бланк, сделать это дома и принести в общественную палату, где также работают волонтеры, которые примут заявление или подскажут, как их правильно заполнить. Направить документ можно и по электронной почте. За четыре месяца работы штаба общественного независимого наблюдения за выборами прошло порядка 70 мероприятий, на которых подготовили свыше 5000 наблюдателей. На каждом избирательном участке должны присутствовать не менее двух человек. Как говорят представители штаба, привлечение общественников – самая действенная форма контроля за выборами. Мы должны внести свой максимальный вклад в то, чтобы выборы прошли честно, прозрачно. И у наших земляков, у самарцев, к их итогам было доверие. А, соответственно, и доверие к избранной власти. Напомним, выборы в Государственную и Губернскую Думы пройдут 17, 18 и 19 сентября, чтобы избежать скопления людей на участках для голосования. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В Самарской области число самозанятых превысило 70 тысяч человек. С чем это связано? Видимо, привлекает соответствующий налоговый режим. И об этом я расскажу позже. А сейчас про выплаты для медиков. Все сотрудники государственных медучреждений региона, а также водители скорой помощи в течение двух недель получат по 10 тысяч рублей. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров, отметив, что поддержать медработников в такое непростое время справедливо. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Армену Биняну держать вопрос на личном контроле, чтобы все медики своевременно и без задержек получили средства. Более 70 тысяч жителей Самарской области стали самозанятыми. Налоговый режим позволяет жителям региона выйти из тени, работать легально и попробовать себя в качестве предпринимателей. Среди мер поддержки, которые оказывают, в том числе благодаря соответствующему нацпроекту, льготные займы гарантийного фонда, бизнес-консультации, места для комфортной работы в каворкингах центров «Мой бизнес». Целые пакеты услуг для успешного старта и ярмарки продукции наших ремесленников. Узнать всю необходимую информацию о налоге на профессиональный доход и скачать приложение можно на сайте «Мой налог». А уже 18 сентября самозанятые региона смогут вновь представить широкой аудитории свою продукцию. Плательщики налога на профессиональный доход, создающие сувенирную продукцию, товары для красоты и здорового образа жизни или продукты питания длительного срока годности, примут участие в осенней ярмарке. Такой формат поддержки самозанятых стал уже традиционным. Прием заявок на участие идет до 8 сентября на сайте проекта «Мой бизнес». Дачную амнистию в России предложили продлить на 5 лет и расширить. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Предполагается, что до 1 марта 2031 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома. Новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года. Дачная амнистия действует в России на протяжении 14 лет с 1 сентября 2006 года. Считается, что ее реализация положительно сказывается на динамике развития частного жилого сектора. С 1 сентября этого года в стране начнется еще и гаражная амнистия. Будет действовать упрощенный порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, где располагаются гаражные объекты. Официальный курс доллара на 31 августа 73 рубля и 57 копеек. Американская валюта снизилась на 41 копейку. Евро 86 рублей 81 копейка. Европейская валюта потеряла 22 копейки. Нефть марки Brent 72 доллара и 55 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 89 757. В Самарском регионе продолжается иммунизация населения. Прививки сделали более 1 миллиона человек. Совершил покупки, сходил в кино, посидел в кафе и сделал прививку. В Самаре заработал второй пункт вакцинации на базе торгового центра. Наталья Турисова говорит, это очень удобно. Многие ее знакомые тяжело переболели коронавирусом. Поэтому Наталья решила не рисковать и сделать прививку. Даже просто хотела сделать прививку, потому что не хочу болеть. И хочу свободно перемещаться по России и за пределами ее. И не думать вообще о проблемах. Сюда приходит день, вакцинироваться порядка 50 человек и более. Мобильный пункт работает с 11 до 18. Для того, чтобы сделать вакцину, вам необходимо с собой иметь паспорт и снился. Ольга Левова работает школьным учителем. Перед началом нового учебного года решила пройти ревакцинацию. В прошлый раз вакцинировалась спутником ВИ. Прививку перенесла легко. Была небольшая температура в первый вечер. Теперь выбрала спутник Лайт. Я работаю учителем в школе. И первую прививку свою я смогла получить в декабре и январе. Вот сейчас прошло уже достаточно времени. Скоро начинается учебный блок. Мне бы хотелось подстраховаться. Подстраховаться медики рекомендуют и людям пожилого возраста. С наступлением осени, сезона простуд, риск заболеть коронавирусом для них возрастает в разы. Чтобы уберечь свое здоровье от тяжелых последствий инфекции, лучше поставить прививку. На сегодняшний день привито 1 миллион 19 тысяч 449 человек. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Постоянные прививочные пункты размещены в торговых центрах «Аврора» и «Гудок». Мобильные пункты по выходным дежурят рядом с другими торговыми центрами. Виктория Шарая. События. Маски в общественном транспорте – необходимый атрибут пассажиров, пренебрегать которым опасно для жизни. Особенно теперь, когда не за горами сезон простуд. В Самаре продолжаются проверки предписаний установленного Роспотребнадзора. Полицейские, сотрудники администрации и представители перевозчиков ежедневно следят за тем, как соблюдается масочный режим во всех видах городского транспорта. В один из рейдов отправился Михаил Ермоленко. Не заболеть самому и не заразить окружающих. Почти год назад Роспотребнадзор ввел в стране противоковидную меру – обязательное ношение масок в общественном транспорте. За исполнением постановления ежедневно следит специальная межведомственная комиссия. Контроль недавно пришлось усилить. За неделю выполняется 80 рейдов, которые охватывают все виды транспорта. Это автобусы, трамваи, троллейбусы, а также линия метро. Принцип работы тот же. Мы в составе комиссии, куда входит департамент транспорта, представители перевозчиков, полиция, добровольная народная дружина. Заходим в транспортное средство. Если обнаруживаем пассажира без маски, и он отказывается эту маску надеть, мы его приглашаем выйти на остановку, и тут же в отношении него вставляется административный протокол. С подобными вынужденными мерами согласны и жители города. Обязательно маска. Это как бы существует какое-то правило для всех. На красный свет нельзя ходить. Такое это в общее положение страны. Это, я считаю, первой степени патриотизма. Особенно важно не забывать про маску осенью, говорят специалисты. После первого сентября количество пассажиров резко возрастет. В транспорт вернутся школьники и студенты. По этому случаю усилили и работу по дезинфекции подвижного состава. Было дано поручение подготовить подвижной состав после лета, промыть все места от пыли, продезинфицировать. Все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами, это валидаторы, это поручни, ручки, сидения, двери. Все это обрабатывается. Проводится генеральная уборка перед первым сентября. Рейды в городе будут проводиться до тех пор, пока оперштаб не примет решение об отмене масочного режима. За прошлую неделю выявили одного антимасочника, а почти за год 484 нарушителя. 340 из них с января 2021-го. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Самарцам представили выставку к 140-летию пивзавода. К юбилейной дате команда предприятия решила открыть экспозицию на Волжской набережной. Здесь 21 иллюстрации с изображениями основных корпусов завода, со справкой и фактами о каждом из них. Историки совместно с художниками и иллюстраторами на протяжении полугода собирали архивы и изучали все особенности зданий с 1881 года по сегодняшний день. На открытие экспозиции приехала Елена Лапушкина. В своем приветственном слове президент завода Юрий Сопрунов поблагодарил главу города за помощь в организации выставки. 140 лет – это большая эпоха, это почти полтора века. И здесь собраны самые лучшие, на что можно посмотреть. Эти здания, которые мы сделали современные, но вписали их в исторические здания. Каждая история – это не просто набор каких-то фактов, а это традиции, основополагающие какие-то элементы развития нашего предприятия, которые зародились тогда, более века назад и соблюдаются по сей день. В Самаре состоялся 12-й турнир по баскетболу 3 на 3 «Самара Оупен» в памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Показать свое мастерство на самую большую площадь Европы, площадь Куйбышева, приехали спортсмены из разных городов Самарской области – Питера и Москвы. Подробности в сюжете Светланы Кудрявцевой. На один день площадь Куйбышева превратилась не в одно, а сразу в несколько спортивных арен – баскетбольные площадки для разминки, тренировок и самих состязаний. 140 команд или 550 участников из разных городов страны приехали на турнир по баскетболу 3 на 3 «Самара Оупен». Этот вид спорта впервые вошел в состав Олимпийских игр в этом году, и наша команда, и мужская, и женская, сразу взяли в Токио серебряные медали. Баскетбол 3 на 3 очень развивается, и на самом деле это очень интересная игра. Я сама недавно ездила за сборную Ю-23, выступала в Словакии, и я на своем опыте скажу, что это очень интересная игра, и ты развиваешь себя не только как в команду в спорте, но очень индивидуально, потому что ты проводишь с мячом очень много кольцо времени. Турнир по баскетболу 3 на 3 в «Самаре» проходит уже в 12-й раз. Он посвящен памяти легендарного тренера Юрия Павловича Тюленева, который воспитал целую плеяду успешных спортсменов. Он не тренировал профессиональные команды мужские, он тренировал детей. Он набирал, учил их любить баскетбол. Мальчишки в 14-15 лет, подростки уже в 14-15 лет, мы ездили в дом молодежи, в 5 утра выезжая на тренировку, чтобы к 6 добраться. И с московского шоссе шли пешком до этого дома молодежи, чтобы быть на тренировке, и оттуда уже в школу, а потом вечером опять на тренировку. Ну то есть, я хочу сказать, что он же мог и не делать такие ранние тренировки, а мы могли и не ходить по большому счету. Но вот эта любовь к баскетболу, его отношение к делу, оно передалось и нам. Воспитанником Юрия Тюленева является и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по инициативе которого и проходит этот турнир. Соревнования, начавшись как городские, со временем достигли уровня международного турнира с участием сильнейших команд России и других стран. Вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном глава региона пожелал участникам турнира Победы. Командный спорт – это по-настоящему здорово. Спорт объединяет людей, людей разных национальностей, вероисповеданий, людей со всей планеты. И наш турнир этому способствует. Соревнования прошли в 12 категориях. Чтобы вдохновить юных спортсменов, на площадку для участия в матче звезд вышли и именитые баскетболисты. Баскетболисты, мастера спорта СССР и России, чемпионы Европы. В первую очередь мы делаем это для детей, которые пришли в баскетбол, которые находятся на такой стадии, а заниматься ли мне дальше или, может быть, уже бросить. И они видят ветеранов или действующих игроков, как сегодня пришли ребята из профессиональных клубов. И они видят, какими они чемпионами стали, чего они достигли. И они остаются в спорте, они продолжают себя как-то мотивировать. Делается все, чтобы баскетбол развивался, здоровый образ жизни был нормой для наших жителей города Самара. Ну а наша задача просто стараться это делать максимально хорошо, профессионально и главное, чтобы люди получали удовольствие. Сегодня баскетбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Им регулярно занимается более 35 тысяч жителей региона. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.